Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня вместе с вами мы вспоминаем святителя Леонтия Ростовского. Удивительный святой, жаль, что сейчас мы забываем таких угодников божиих, а в Древней Руси он почитался также как преподобный Сергий, как Врлам Хутенский, как преподобный Кирилл Белозерский, святитель Петр Московский. И вот вспоминается, когда в 1410 году в Ростове восстановлен был Успенский собор, ну он пострадал от пожара, и вот когда восстановили и осветили, то у мощей святителя Леонтия Ростовского в первый месяц было зафиксировано 40 чудес в течение первого месяца. Но на самом деле много происходило чудес и без фиксации, люди не все рассказывали, не все записывалось, и вот со всех сторон стекались недугующие, и там просто вот такое было почитание. И сейчас мы видим, как к некоторым святым выстраиваются длинные очереди, так вот в те века именно к святителю Леонтию Ростовскому, к его святым мощам приходили, и храм не вмещал всех вот паломников, которые стояли в очереди, и очередь даже находилась за вратами храма, то есть вот все и располагались вокруг храма, и исцелялись слепые, хромые, сухорукие, там расслабленные, парализованные, недугующие, и шли все и князья, вельможи, знатные, и конечно же простые люди, и некоторые, они даже, вот некоторых больных их даже просто приносили, чтобы они побыли рядом со святыми мощами святителя Леонтия, и они даже без прикосновения к мощам угодника Божия исцелялись, то есть такая благодать Божия через святителя Леонтия Ростовского. Поэтому мы, конечно, должны вспоминать, и не зря он упоминается в праскомедии, вот когда приготовление святых даров на литургии, то среди святителей особо вот имя святителя Леонтия Ростовского упоминается, и сама, кстати, кафедра Ростовская, она тоже на Руси называлась кафедрой святого Леонтия, и вот его проповедью там все утвердилось. Почему так? Потому что первые два епископа не смогли там выжить, их изгнали. Ну, тут что вспомним, что вот крещение Руси, да, 988 год, потом, значит, пытаются по городам. Кстати, в Ростов был послан князь Борис, помните, Борис и Глеб, святому Борису достался Ростов, Глебу Муром, и, конечно, пытались, и да, до этого туда Добрыня, родственник князя Владимира отправлялся, священник Анастасий, который с Корсуни, с Херсонеса прибыл, там еще вот другие служители, и, конечно, какое-то крещение проводилось в Ростове, и даже поставлены были туда некоторые священники, чтобы они кого-то старались крестить, ну, вначале проповедовали, но первые два епископа, сначала святой Федор, а потом Иларион, они были изгнаны из Ростова, то есть полностью вот иерархия церковная, она не могла там вот прижиться, изгоняли язычники, очень крепкая такая была языческая там партия, присутствие, ну, фактически-то весь народ, там селились мир или миряне, весь, там и чуть-чуть, и прочие там языческие племена, и вот очень тяжело шла проповедь, и только благодаря святому Леонтию Ростовскому, ну, мы скажем об этом, там наступил вот некий перелом, а что мы знаем о самом святом Леонтии? Ну, представляете, это XI век, да, а письменность у нас еще только-только развивается, и поэтому сохранилось очень мало сведений, ну, например, что известно, это вот в Киево-Печерском Патерике, поскольку святой Леонтий был постриженником Киево-Печерского монастыря, и вот Патерик, где описываются жития первых монахов Печерской обители, в Патерик вошло послание святого Симона, епископа Владимирского, и вот в этом послании святой Симон Владимирский, как говорит, что вот святой Леонтий это третий гражданин русского мира, так он буквально упоминает гражданин русского мира, ну, понимаю, сейчас может такая вот сразу вспыхнуть там и полемика, и обсуждение, на самом деле политика тут не имеет никакого абсолютно значения, и там, в других рукописях, там более так подробно расшифровывается, что он гражданин небесного царства русского мира, то есть от русского мира, то есть из тех вот первых русских людей, которые стали гражданами небесного царства, царство Божие, потому что они восприняли крещение, да, вот жили свято, богоугодно, и вот именно в этом смысле, но в то же время вот понятие русского мира было именно в Киеве, и в Киеве, и в Печерских вот этих местах, да, и, да, а там сказано, он третий гражданин, а кто первый и второй? Ну, тут некоторые по-разному, конечно, высказывают, что это, может быть, князь Владимир, княгиня Ольга, да, или там, допустим, поскольку он с Киево-Печерского монастыря, то, может быть, это Антоний Феодосий Печерский, но на самом деле в этом послании, если там подробнее почитать, там как пишет святой Симон, что вот святой Леонтий, третий гражданин русского мира, гражданин небесного царства, да, который, как и те два варяга, принял страдания и мученическую смерть от язычников. А это что за варяги? Это те святой Феодор и Иоанн. Помните, при князе Владимире они исповедовали веру, потому что и язычники хотели умертвить Иоанна, сына воина, варяга Феодора, а он не отдал, обличал язычество, исповедовал Христа, и вот они приняли смерть именно от язычников. Так вот, ну потому что Борис и Глеб, допустим, не от руки язычника, а от руки вот этого лукавого брата своего, святополка Каянного. Владимир и Ольга, они умерли мирной, такой вот кончины, перешли в иной мир, а святой Леонтий, он среди вот первых святых, которые в русской церкви украсили русскую церковь, они как раз, он как раз повторяет вот этот подвиг святых Феодора и Иоанна, те первыми от русского мира, ну там русский мир, разные национальности на самом деле, но самое главное то, что православная вера и жизнь по Евангелию старались выстроить уже православную культуру, да, и созидалась вот новая такая цивилизация, и вот святой Леонтий, он тоже как святые Феодор и Иоанн Варяги, он принял в конце концов мученическую смерть от язычников. Ну там, конечно, как говорится, что есть вот разные там предположения вот какие-то, во всяком случае, он получил хорошее образование. Вот вспомним, что князь Владимир, а больше даже Ярослав Мудрый, они созидали школы, и туда родители отдавали детей. Так вот, Леонтий, он был отдан в такую школу христианскую, где получил не просто вот знание, ну мирское, скажем так, а именно духовное образование, и он также знал прекрасно греческий язык, и в какой-то момент известно, что он даже посещал Константинополь, и вот он принимает монашеский постриг. Где именно был пострижен в монашество, точно неизвестно, но знаем мы одно, что святой Леонтий оказывается в Киево-Печерском монастыре у преподобного Антония Печерского, основателя и обители в Киево-Печерске, и вообще основателя, родоначальника русского монашества. То есть, вот это самые-самые такие истоки вот той такой чистой, искренней святости Древней Руси. И Леонтий святой, он рядом с преподобным Антонием, один из первых таких вот постриженников, все-таки больше, ну, наверное, будем признавать, что именно там он принял постриг, а в Константинополь ездил вот ради только просвещения некоего. И знал он также преподобного Феодосия Печерского, и вот его берут и призывают на кафедру в Ростов. Там так сказано в Киево-Печерском потереке, что он первопристольник печерский, то есть он первый из Киево-Печерских монахов призывается на епископскую кафедру, на епископский престол. После него уже там многих призывали, но он был первый из киево-печерских монахов, которые становятся епископами. И вот приезжает он в город Ростов, да, ну, трудно вот назвать точный какой-то год. В любом случае, это мы понимаем, что это середина 11 века, и святой Леонтий старается просвещать местных жителей. А ростовская кафедра, она была тогда очень огромной епархией, потому что в русской, в пределах русской церкви было всего лишь шесть епархий, и в пределы ростовской входили там, и, кстати, территории Москвы, вот территории будущей Москвы и Московской области, они тогда входили в состав ростовской епархии. И ярославские места, и, по-моему, тверские, и вот даже вплоть там до Нижнего Новгорода, в общем, огромная территория. А проповедовать было, ну, было кому, но мало. И святой Леонтий, он приезжает и начинает просветительскую деятельность, пытается вот как-то наставить жителей, а те не слушаются. А вообще княжеская власть там, надо сказать, была не очень прочная. Ну, например, в какое-то время там считалось, что правит Владимир Мономах, но он был очень малолетен. Он, конечно, подрастал и большее время находился при отце, вот ближе к Киеву, где набирался жизненного опыта, и ростов посещал очень редко. Поэтому вот власть там немножко хромала, и язычники, они, бывает, вот выступали против христиан. И, в общем, прежде всего, он, конечно, учил самих священнослужителей, наставлял. Еще такой сразу интересный факт вспоминается, что он, конечно, за годы своего служения он очень многих рукополагал. И он очень любил своих священнослужителей, диаконов, священников. И вот когда он умер, то, и потом, через столетие обрели его мощи, то в руке у святителя Леонтия нашли свиток, на котором были написаны имена всех, кого он рукополагал, во священнике и диаконах. То есть, он настолько любил, что хотел, перейдя в мир иной, у небесного престола Божия, ходатайствовать о своих ставленниках, о тех, кого он рукополагал, в священный сан. И вот он пытается как-то проповедовать. И, конечно же, сразу возникает языческая вот эта вот реакция, неприятие. И дошло это даже до того, что его изгоняют из города. И тогда он поселяется возле ручья, за пределами города Ростова, строит там тоже небольшую такую церковь. А тут что? Туда, конечно, ходит игра детишки маленькие, там дети, подростки, ну и молодые люди тоже выходят погулять. И вот святитель Леонтий, он начинает проповедовать именно им, то есть, молодому и юному поколению, и даже детям. И там такое вот сохранилось известие вот от тех времен, что детей он угощал сладкими сладостями, варил пшеницу с медом, в частности. Ну, знаете, у нас вот она называется Кутия, да, или вот Сочево по-другому. И вот он угощал детей, и у них завязывалось сообщение. Он начинал с ними разговаривать, они спрашивали, а ты кто, да, а почему здесь живешь, а что у тебя за храм? И вот он рассказывает им про Господа Иисуса Христа, и получается так, что первыми воспринимают проповедь в Ростове именно дети. То есть, до этого шло тяжело, а вот более так вот массово, активно воспринимают дети. Ну, дети, потом подростки, вот, и молодые люди. А старые, вот они еще зрелого возраста, пока держались, вот они слишком уж так укоренены были в язычестве. И святитель Леонтий, он по этому поводу тоже вспоминал слова Евангелия, что новое вино надо вливать в мехи новые, да, потому что ветхие мехи, они не подходят. И вот он именно с детьми, и дети принимают. А когда дети приняли веру Христову, значит, он их крестил, кстати, начинают крестить детей. То есть, это первые чадо, такие вот, Ростовской церкви, те, кто наполняют храм, они идут уже и рассказывают родителям. Ну, и там, конечно, по-разному. То есть, кто-то прислушивается, им тоже интересно становится, кто-то нет. И потом, конечно, все-таки произошло тоже такое вот столкновение, когда язычники закоренелые, вот они с оружием идут. Ну, уже святитель опять, он в храме возвращается в Ростов. Вот, может быть, детская проповедь тоже помогла ему вернуться. И он продолжает свое служение, а тут вдруг язычники, которые, ну, на дух его не переносили, они огромной толпой с оружием идут к Успенскому собору. И, в общем, как быть? Сейчас его просто-напросто убьют, и все. И вот тут хочется что вспомнить? Вот есть такие тоже исторические изыскания, что именно в ростовских землях, ну, и не только, там были разные вот эти языческие бунты, но в Ростове в 1071 году, это как раз приходится на годы служения святителе Леонте в Ростове, в 1071 году произошло такое языческое восстание, бунт. Сначала вот из-за чего? Там не урожай, голод. На полях мало было урожая, хлеба, там и почему-то и улов тоже был не очень велик. И вот появляются каких-то два волхва, языческих волхва, которые увлекают за собой народ и говорят, что это вот богатые знатные женщины прячут жито, то есть хлеб, рыбу, мёд, там и так далее, прочие припасы. И вот эти два волхва, они производили, ну, буквально какие-то вот не то что чудеса, но сейчас бы мы сказали, что это было, конечно, такой иллюзионизм, то есть некие фокусы. Ну, допустим, когда вот хватали богатых вот этих знатных женщин, приводили, то они брали и как будто вот из тела этой женщины достают там то хлеб, то рыбу, то там ещё что-то там, мёд там, в общем, как будто припасы вот они достают и самой этой женщины, и что те каким-то магическим образом прятали вот народное продовольствие. И как-то это люди, ну, люди суеверные, особенно язычники, и они думали, что да, вот действительно. И тогда начались убиения вот этих женщин, а имущество их волхвы и их спаспешники присваивали себе. Ну, и вот было такое возмущение, потом воевода, значит, было столкновение, причём убили они у воевода одного священника, там Ян Вышачич был воевода, который в этих местах, он находился в Белоозере, и там вот эти бунты, они очень распространились, и, в общем, было столкновение, и в конце концов всё-таки удалось схватить вот этих смутьянов, и потом сами люди недовольны тем, что они убивали вот этих женщин, они, в общем, произвели самосуд и умертвили их. А что касается святого Леонтия, то вот был такой момент, и, может быть, как раз это пришлось на год данного возмущения, когда язычники с оружием в руках приходят и окружают. А святой Леонтий, он сказал, как священник, давайте мы выйдем в полном облачении. В общем, он облачается в святительские, епископские ризы, священники в Филоне, выходят в облачение, и язычники, когда увидели их в облачениях, они настолько растерялись, и при этом, как повествует житие, от лица святителя Леонтия исходил буквально свет, ну, потому что он и был вместе с Господом, да, и Господь являет свою благодать, силу, и вот эти язычники тут же падают ниц, и кто-то ослеп, да, кто-то не может подняться, то есть некая вот сила для них таинственная, она поразила их. И только благодаря святому Леонтию он вот о них молится, сам поднимает их, они приходят в себя, исцеляются от своего недуга, и после этого уже взрослое население начинает активно принимать в Ростове крещение. Вот это основные такие события, связанные со святым Леонтием, то, что нам известно из древних источников. Потом он уже вот, он был очень любообильный и добрый, и, в общем-то, люди к нему уже тянулись, и еще, конечно, не весь город принял крещение. И там так получилось, что с этого времени, как бы, город делится на две части, что одна часть – это Ростов христианский, или его называли Ростов русский, а вторая часть – это Ростов мирянский, ну, или там еще как-то называли его, где языческая часть была. И если те вот принимали крещение, они переселялись в русскую часть Ростова, как вот крещеные уже люди, и святой Леонтий, он всех с добром и милостиво принимал. То есть, мы видим такой вот образ благочестивого, очень милостивого, доброго старца, которому тянутся люди, который всех окормляет, через него проявляются благодатные духовные дары. И потом, конечно, вот завершает он свой земной путь и переходит ко Господу. Примерно считается это 1077 год. Кстати, из Киевопечерского потеряка мы знаем, что он был убит толпою язычников. То есть, произошел то ли бунт еще, то ли вот какое-то возмущение, и все-таки язычники, они умертвили святого епископа, и вот так он оканчивает свою жизнь, как мученик за веру Христову. И вот его похоронили, погребли в пределах Успенского собора. Сначала он был деревянный, из дуба выложен храм в честь Успения Божьей Матери в Ростове, а проходит чуть меньше 100 лет, и в 1162 году Андрей Боголюбский решил построить уже каменный собор Успенский. И когда вот начали закладывать фундамент, то обретают мощи святого Леонтия, мощи нетленные. После этого происходят чудеса, да, и вот мощи обретают, кладут в особую раку, и люди идут и получают исцеление, и вот вереницы паломников постоянно направлялись именно к святителю Леонтию Ростовскому. И вот так было до 1609 года, когда вот смутное время, и поляки захватили золоченую ризу, золотую, ну вообще вот то, что украшало раку надгробие, где лежали мощи святителя Леонтия. После этого решили мощи скрыть, и они стали находиться уже под спудом, то есть под полом захоронения, а сверху такая вот гробница, где тоже вот куда идут, прикладываются все молящиеся. И вот в конце 19 века смогли определить место, где лежат мощи святого Леонтия. И в общем, по сей день все желающие могут тоже приехать в город Ростов, помолиться святителю Леонтию Ростовскому, вспомнить его житие, и самое главное помнить то, что детская душа, она очень отзывчива на слово Христово, да, на проповедь, благовестие, но чтобы эта проповедь ложилась на души человеческие, нужно именно с добром и с любовью обращаться и к детям, да, собственно говоря, не только к детям, но и к взрослым, как поступал святитель Леонтий Ростовский. И вот, братья и сестры, в наши дни нужно помнить тех святых, благодаря которым созидалась Церковь Русская, благодаря которым язычники обретали свет веры Христовой, и тысячи людей стали чадами Небесного Царства. Так что вот среди таковых столпов Русской Православной Церкви, конечно же, святитель Леонтий Ростовский, будем ему обязательно молиться, изучать его житие, и стараться по мере сил, конечно же, следовать тем принципам проповеди, тем правилам жизни, которые являл сам святитель Леонтий. Помолимся ему, святителю Отче Леонтия, моли Бога о нас! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok